Здравствуйте, дорогие друзья! Мы закончили говорить о признаках сиротства, хотя их в принципе гораздо больше. Но основные мы были в состоянии назвать для того, чтобы сейчас мы могли с ними не только разбираться, а узнавать. Узнавать почерк и, более того, не допускать этого в своих собственных детях и внуках. Проявления, они очевидны. Это эгоизм, это страхи, это опасность остаться одному, это желание все контролировать, это нежелание быть с кем-то на связи и так далее. И поэтому как же от этого, от всего освободиться? Здесь надо увидеть очень важные закономерности. Во-первых, тот Бог, с которым мы имеем взаимоотношения, у него есть природа. И о своей природе он когда-то сказал Моисею, что я Бог человека любивый, долготерпеливый и многомилостивый. Что он наказывает до четвертого рода, а милует и благословляет до тысячи родов. То есть его желание нас благословлять, его желание переводить нас на новый уровень и восприятия жизни, и его. То есть, значит, тогда, когда искаженный взгляд на Бога, на себя приводит к сиротству, то исцеленный взгляд на Бога и на себя приводит к усыновлению, приводит к взаимоотношениям. То как же нам исправить? Аутотренингом? Или просто себя убеждать? Нет, друзья. Здесь я как раз и хочу сочетание нашего решения предложить вам с Божьей возможностью. Решение возникает у нас с вами в сердце, когда мы как минимум слышим, что это возможно изменить. А действия, которые мы начинаем предпринимать, одни исходят от нас, а другие от Бога. Потому что то, что мы в состоянии сделать, Бог за нас делать не будет. Поэтому отказаться от сиротства — это наш выбор. И тогда, когда Он стал за нас проклятием, чтобы мы жили в благословении, когда Он взял на себя все наши немощи, болезни и проклятия, и грехи, и беззакония, чтобы теперь мы стали жить в свободе. И вы знаете, есть интересное слово, написанное у пророка Осии. Завязано в узел беззакония Ефрема, потому сохраняется грех. И тогда, когда мы с вами видим грех, повторяющийся, например, алкоголизм, разводы, какие-то болезни, какие-то зависимости. Это было у отца, это было у дедушки. Допустим, гнев. И он сейчас в детях, он сейчас во внуках. Он также проявляется. Это говорит о том, что природа негативного духа продолжает контролировать этот род. Чтобы его остановить, его действия и его природу, нам необходимо разрушить его право на вас, право на ваш дом, на ваш род, на вашу семью. Как мы это делаем? Прежде всего, обнаруживаем, что это есть. После чего не ищите виноватых. Меня дети раздражают, поэтому. А мы сейчас говорим, Господь, прости меня за гневливость. Прости меня за то, что я дал чему-то прошлому контролировать меня сегодня. И поэтому я принимаю решение разобраться с этим. А ты мне дай эту способность. И вот сейчас один из примеров, который хочется привести по отношению к гневливости. И это же, конечно, исходит из сиротского сердца. Один человек, который не мог с ней справиться с гневливостью, уже женился. У него уже свой ребенок. И он теперь видит то, что ненавидел в своем собственном отце, проявляется у него с своими сотрудниками, у которых он уже начальник, и в семье с периодичностью на жену и на ребенка. И, будучи христианином, он не мог согласиться с этим состоянием в своей жизни и начал бить тревогу. Он обращался за помощью к разным специалистам внутри церкви и вне церкви, ходя к психологам. И не мог найти для себя полноценной свободы. Пока не встретился с одним человеком, который сказал, давай мы сейчас попросим, чтобы Дух Святой показал, где же кроется эта причина. Я сразу на этом примере хочу предложить вам делать то же самое. Потому что вы это можете сделать и без помощи специалиста. Просто возьмите этот пример для себя и скажите, Господь, Духом Святым покажи мне сейчас, где причина моего гнева. Или, если это не с гневом связано, а с зависимостями, покажи мне. И тогда, когда вы так помолитесь, встанет перед вашими глазами какая-то история вашей жизни, вашего прошлого. И тогда, когда молился данный человек за пациента, который пришел с этой проблемой, он говорит, все, что ты сейчас увидишь, мне скажи. Он говорит, да ну, это какая-то история давнишняя очень. Он говорит, нет, расскажи ее. И он рассказывает, у меня в детстве была проблема, энурез. И поэтому тогда, когда я ночью спал, не мог удержать эту ситуацию, то просыпался мокрый. И далеко не всегда я мог понять, почему это происходит. Но отец постоянно его стыдил, ругал, потому что это уже был школьник. Это был уже мальчик взрослый. И поэтому он пытался его унижать, ругать, уговаривать, убеждать. Но, как вы понимаете, когда эта проблема связана с неконтролируемым разумом во время сна, то бесполезно ругать. Но, как многие отцы, думают, а это слабость. Лучше все-таки поругать. И что получилось? Однажды это случилось ночью. Торопился он быстро в школу. Не успел убрать постель, все скрутил вместе с матрасом и спрятал. И убежал в школу. Возвратился с другом. И даже не с одним. И он сидел с друзьями, получается, на кухне пил чай, когда пришел отец. И он тут же с работы отправился в его комнату и заглянул, обнаружив там то, что он увидел. Матраса на кровати не было. Тогда он заглянул в шкаф и обнаружил его там. Достав простынь, он пришел на кухню. Тряся этой простынью, стал унижать своего сына. Говоря, посмотри, какой же ты мальчик. Как же ты пойдешь в армию? Как же ты женишься? И он унижал его при его друзьях. Отец думал, что это будет для него хорошим уроком. Больше такого не повторится. Но у ребенка в этот момент закрался такой гнев к отцу. Такая ненависть. Потому что он оказался под давлением злой воли своего отца. А его воля, ребенка, была сломлена через это. Он не знал, как себя вести. Он убежал с кухни. Он рыдал. Он пытался каким-то образом защитить себя. И когда с этого момента гнев вошел в его жизнь и стал контролировать уже его изнутри. И когда рассказал он эту историю своему пастору, которому пришел, то тот повел его через прощение того отца, который же на тот момент даже мог не жить на земле. Он сказал, тебе надо его простить. Тебе надо отпустить его сейчас. И если у тебя поднимется этот же гнев сейчас и боль, пусть выходит. Плачь, кричи. То, что ты не мог сказать тогда в детстве, скажи сейчас, что тебе это стоило. Скажи, папа, мне было так стыдно. Ты все, что у тебя будет приходить на твой разум, говори. Но эту батарейку надо разрядить. И скажи, что я теперь прощаю тебя. Так он и сделал. С этого момента проблема гнева ушла навсегда, потому что основание было забрано через покаяние и прощение. И тот, который за него помолился как пастор, он благословил его Божьей свободой, потому что в Иисусе человек имеет эту свободу. И он мог сказать ему, ты отныне освобождаешься от гнева. И гнев ты не имеешь права на него. Итак, друзья, мы не с физическим миром боремся, а с духовным. И у духовного мира есть понимание действия законов, а в физическом мы не всегда ими владеем. И поэтому оказываемся марионетками. Но стоит эти вещи знать, помнить и, более того, управлять ситуацией через то, что мы можем вернуться в прошлое с тем, кто является начальником времени, и там попросить, Иисус, покажи, а где ты был в этот момент? Ты можешь обнаружить, как он обнимает тебя в том детском состоянии, и тебе сразу станет легче, что не все против тебя, а кто-то был за тебя и был рядом. И вот таким образом исцеление внутренности происходит. Тогда и гнев, и неконтролируемые эмоции оставляют человека. Соответственно, сиротство, оно, как вы понимаете, связано с разрывом отношения с отцом, даже при его наличии. И тогда, когда мы получаем исцеление, то мы приглашаем природу Христа и крест, который для нас — избавление. И то, что говорил когда-то Иисус о себе, видевший меня, видел отца. Вы знаете, эта фраза, она знакома многим, кто читает Евангелие. То есть те, которые видели Иисуса на земле, он говорит, я представляю небо на земле и природу Небесного Отца, как любящего, как милующего, как властного, как того, который контролирует ситуацию не через давление, а через любовь. И тогда, когда мы видим Иисуса, мы видим Отца, то для нас это с вами, друзья, тоже очень хорошая параллель. Тот, кто видит тебя, видит твоего Отца. Если у тебя с твоим Отцом были проблемы, то эти же проблемы будут и у тебя, как правило. И поэтому, если ты сможешь разобраться и развязать узлы отношений с твоим Отцом, то будут видеть Небесного Отца в тебе. То есть образ исцелится. И поэтому я хочу, чтобы для себя вы могли сейчас принять решение. А я буду человеком, который будет отражать Небесного Отца. И видевшие меня увидят Небесного Отца. Но это не возникнет само по себе. Это возникнет только тогда, когда вы пройдете через исцеление прошлых событий. Тогда, когда вы от сиротства откажетесь, а примете усыновление, познав природу Отца, какой Он на самом деле любящий, прощающий, милующий, долготерпеливый, заботящийся. И если уж Он и положил какую-то ответственность на человека, на тебя, как на Отца или на мать, на мужа или на жену, на детей или на родителей, то Он имеет в виду вместе с тобой эту ответственность осуществлять. Ты не останешься в одиночестве, но если ты привык быть независимым, тебе будет очень трудно выстраивать тогда отношения с кем-то и с Богом в частности. Но тогда, когда ты откажешься от своей независимости, она тебе не нужна. Это сиротская независимость. А скажи, Господь, я хочу быть зависимым от Тебя, как сын или как дочь, от Отца. Я приглашаю, друзья, вас сегодня к пониманию или к осознанию того, что с сиротской природой мы можем разобраться до конца. И сердце получит исцеление. А исцеленное сердце не будет искать вознаграждения от кого-то. А ты знаешь, что воздаяние твое от Бога. И Он-то точно знает и взвешивает. И более того, Его щедрость так велика, что наш разум не может этого вместить. Но иногда эта щедрость ограничивается нашей неспособностью жить в изобилии. Нашей неспособностью правильно распорядиться, потому что сиротство начнет все прятать. А сыновство и удочерение позволяют Богу протекать через нас со своей щедростью в том числе. И поэтому посмотри, что тебя сегодня пугает, что ограничивает, и отчего ты приходишь в какие-то унылые состояния сердца. Я хочу вместе с вами сейчас поменять сиротство на сыновство. Отказаться от него, а принять то, что делает нас способными. Замечать ценности другого, уважать другого и жить самим под покровом и защитой. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу высвобождать сейчас благословение на тех людей, кто почувствовал или обнаружил сиротство в своем сердце. Я знаю, что ты Бог всемогущий. Я знаю, что у тебя по могуществу твоей славы ничего не выбывает. И поэтому я сейчас высвобождаю твой мир на сердца, которые всколыхнулись от того, что поднялся гнев. Или боль, обида, горечь, стыд. Ведь эта природа не твоя, а значит и не наша. Она навязана. Она навязана через ложь. Она навязана через проблемы, которые мы не в состоянии были решить в детстве. И они тянутся до сих пор. Но я прошу тебя, Господь. Кто сейчас переживает это чувство сиротливости, одиночества, стыда? Ага, войди на территорию такого дома, такого сердца и скажи, не бойся. Я пойду с тобой. Я поведу тебя дальше, и ты победишь. Господь, благослови нас опуститься в то прошлое, которое надо исцелять. Дай увидеть людям те картины их ситуации детства, когда кто-то значимый для них их унижал. Когда кто-то важный для них, такие как родители, оказывали опасное влияние через равнодушие или унижение, тем более прилюдное. Прости, Господи, и дай простить. Помоги сделать это прощение реальным через те шаги, которые мы делаем сейчас перед лицом твоим. Я благодарю тебя, что мы отрекаемся от сиротства. Мы делаем это сейчас осознанно, потому что на кресте ты его уже забрал. И пусть сейчас вместо сиротства придет усыновление, а с усыновлением придет царское мышление, чтобы жить в изобилии нашего отца, в наследстве того, который ничем не ограничен, обогащен и готов делиться от щедрости своей любви, от щедрости своего принятия. Я благодарю тебя, Небесный Отец, за твой покров и за твою полноту, любви, мира и радости, как усыновленные твои дети. Благодарю тебя, что в наши дома приходит и умножается природа сыновства, природа мира, природа полноценного и здорового отцовства и материнства. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»